Всем привет народ, с вами Варчик. В этом видео я расскажу вам про Чарфутюр 4, акционный танчик французский 9 уровня, который можно получить в батл пасс за монетки, который можно было получить раньше в различных активностях картофельных, в боевых походах там крестовых и так далее. Кто-то уже этот танк получил, кто-то нет и думают, стоит ли за монетки получать этот танчик или выбрать какой-то другой. Там у нас есть Объект 777, АЕ Фейс 1, Чарфутюр и два новичка. Советская ПТшка и немецкая СТшка. Из этих всех танков у меня на аккаунте есть Фейс 1 и Шарфутюр. На мой взгляд это два самых дешевых и приемлемых варианта по выбору танчиков среди этих всех. Объект 777 уж больно никакой. По параметрам, да и в принципе на ютубе можно посмотреть, как люди на нем играли. А вот что касаемо двух новичков, немецкая СТшка кажется уж больно странной и не очень по параметрам. А вот советская ПТшка довольно таки сильная, но требует много монеток. Если мы ее возьмем, то мы в принципе больше не возьмем ничего. С другой стороны мы можем взять два старых танка в боевом пропуске. Если задонатим три раза по 2500 голды за каждый этап. И пройдем все уровни, то мы получим 18 этих жетончиков. И сможем получить два старых танчика. На мой взгляд тут стоит брать либо два старых танка АЕФС 1 и Шарфутюр. Либо советскую ПТшку. И на сдачу взять каких-нибудь наборчиков с мусором. Какие-то там резервики на серебро или что там картоха предлагает. В принципе больше вариантов особо приемлемых нет. Это что касаемо этого микромагазинчика за жетончики. Итак, теперь переходим к Чарфутюр 4. Что это за танк? Как он играется? Какие ощущения? Играбельный, неиграбельный? И что это вообще в целом я такое себе на аккаунт получил? Пройдемся по броне. Толщина в целом маленькая везде. Но на ВЛД такой наклон, что приведенки получается много. И снаряды часто не пробивают и рикошетят. Во лбу башни толщина больше, но угол намного хуже. Поэтому во лбу башни там примерно 190 плюс-минус миллиметров. Смотря под каким углом у вас войдет снаряд. Поэтому, ну 190 миллиметров на 9 уровне. Что это такое? Кто вас не пробьет? Практически любой танк вас пробьет. Такого маленького пробития не попадется вам в бою, чтобы вас кто-то не пробил. Это будет чисто везение. Также еще во лбу башни там сверху есть коробочки на затылке башни. Там вообще 90 миллиметров. Они фугасами пробиваются. В них еще и находится боеукладка. Поэтому боеукладка может пробиваться в башню, если стрелять в верхнюю часть. Также маска ватная. Но вокруг пушки есть ободок, где броня доходит до 400 миллиметров. А вокруг этого ободка около 90 миллиметров. Поэтому если сильно повезет, вы можете ягу танкануть. Если в этот пиксель не попадут, то вас и фугасом могут пробить. Опять же НЛД у танка очень большое. Пробивается легко, брони там нет. Борта ватная и пробивается фугасами. Даже с обычных танков. Поэтому фугасов нужно бояться. Двигатель находится спереди и успешно горит часто. И в лоб, и в борт. Танк довольно таки часто критуется. В корпусе еще мехвод. Походу его так сильно раздуло. Его там накачали, что он занимает весь объем в корпусе. Куда ни плюнь, мехвод сдох. По критуемости танк ужасен. По броне очень спорный. Танкуют редко. Нужно правильно выставить ВЛД. На танке с задним расположением башни. Очень тяжело это сделать. У военного танка немного. Пушка часто не опускается. На жопу тяжело орудие опускать. Да и спереди тоже в принципе не очень. Вверх орудие поднимается крайне плохо. Если вы попытаетесь на спуске куда-то пострелять. Скорее всего у вас ничего не получится. По комфорту танк ультра ужасный. Также у танка очень плохо поворачивается башня. Корпус тоже не очень поворачивается. Едет он в принципе нормально. Просто прямо. Не сказать, что он вообще не поворачивает. Но без особого энтузиазма. Ну и последний минус. Прямо последний гвоздь в крышку гроба. Это стабилизация. Стабилизация паршивая. От поворота. От скорости. Стабилизация ужасная. Что же у этого танка хорошее? А минусы кстати еще не закончились. Хорошее у танка пробитие. 264. Но тут же опять же есть минус под калибером. Да, снаряд летит очень быстро. Но часто рикошетит и не любит броню под наклонами. Поскольку нормализация у подкалибера не очень. Намного хуже чем у ББшки. Поэтому и пробивать они не сильно любят. Особенно тех у кого броня с наклонами. Голда у нас кумулятивы. 330 пробития. Скорость полета там 1000 окажется. В принципе к ним претензий особо никаких нет. Все минусы кумулятивов присутствуют. Всякие там бортики, гусенички и так далее. Заборчики. Все что угодно куда кумульчик зацепился. Для него все плохо. Но в целом если в чистую броню стрелять. То пробивает хорошо. Ну и последний минус этого танка. Это 4 секунды перезарядка между снарядами. В целом я не понимаю какие предпосылки к тому чтобы делать такое КД между снарядами. Почему? За что? Непонятно. Танк очень сложный и так во всем. Куда ни глянь одни минусы. Так ему еще и КД между снарядами 4 секунды. Сведение 2.2. Точность 0.34. Если хороший экипаж посадить, накидать до пайков, хорошее оборудование. Точность можно разогнать очень хорошую. Сведение тоже будет норм. Но как ни крути стабилизация будет параша всегда. Также обзор у нас 380 на 9 левеле. Тоже плюсом это не назовешь. Скорее минусом. По параметрам в целом хочется сразу сказать что танк говно. Так многие в принципе из танкистов и говорят что танк говно. Но что говорят результаты которые ты набиваешь на этом танке. А результаты говорят следующее. Что процент побед высокий. Средний урон крайне высокий. А с другой стороны чаши весов. Плохие параметры танка. Некоторые. Многие я бы сказал. И дискомфорт от того как ты на нем себя чувствуешь в бою. Но все эти минусы они в чем выражаются. В том что мы некомфортно играем активно. Некомфортно играть активно потому что. Долгая кд между снарядами. Пушка плохо опускается поднимается. Танк плохо ворочается. Броня не к черту. Стабилизация не очень. Также критуемость зашкаливает. Эти все минусы ярко заметны. К тот момент когда мы играем активно. Если мы стоим на месте и клацаем кнопку выстрела по танкам которые светятся. Какой из этих минусов нам мешает? Никакой. Мы просто удобно стали. Глазенки свои выпучили вперед. Навели мышку на врага. И клацаем выстрел. Барабан отклацали. Поехали на кд туда где нам нравится. Потусовались там какое то время. И едем заранее туда где будем раздавать следующий барабан. Все. Это весь геймплей этого танка. Иногда там под конец боя можно попробовать разменять свое хп. Просто потому что уже нужно ну дотащить бой до победы как бы. И тут уже мы начинаем бороться со своими минусами. То есть начало боя и середину. Мы чаще всего будем избегать минусов своего танка. И заниматься тем в чем он хорош. Стрелять вдаль. Кемперить. Все. И занимать быстро какую то позицию. За счет этого получается высокий средний урон. Ну и процент побед тоже неплохой. Как и в принципе у всех стшек которые у меня на аккаунте. Вот такой танк получается. Как его картошка параметрами не душила. В целом танк получился неплохой. Но как я могу посмотреть. Все танки которые находятся в этом магазине за жетончики. Они все обладают заметным количеством минусов. Даже тот же самый фейс один. И этот же шар футюр. И тем более объект 777. И два новых танка тоже со своими минусами. Это не такие лютые имбы что сел и поехал нагибать. Для разнообразия можно взять какой нибудь из этих танчиков. Если он нравится вам по гимплею и поиграться. Я не сказал бы что этот танк плохой. По статистике. Но сказал бы что он плохой. По комфорту. Я бы не сказал что этот танк мусор. Но и не говорю что он имба. Это в принципе нормальный хороший добротный танк. Абсолютно своеобразный. Из-за этого частично интересный. Частично из-за него горит. Иногда ты не понимаешь. Насколько просто получилось в каком-то бою настрелять очередной раз 7000 урона. Но есть абсолютно неудобные или неподходящие бои. Где ты на этом танке ничего не можешь сделать. Иногда тебя просто так фугасом с вертухи обычный танк пробил. Иногда он просто загорелся в лоб. То пушка не поднимется. То не опустится. Танкануть вообще практически невозможно. Как заставить врага стрельнуть в ВЛД. Да практически никак. Но в общем и целом. Очень часто на этом танке получается настрелять. Настолько много урона. Что снаряды заканчивают. Я думал что у танка нормальное количество снарядов. Но так часто получается накидать в бою 6-7000 урона. Что кажется что снарядов маловато. Потому что там к 8000 или к 9000 снаряда уже не будет вообще. В целом танк мне понравился. Но сказать что он нужен. Я не могу. Для разнообразия он прикольный. На нем можно поиграть. Но какой-то свой лимит терпения. Этот танчик у вас будет потихоньку отбирать. И рано или поздно оно кончится. И тогда нужно будет искать новый танк. Который вас заинтересует. В общем и целом это не СТшка. Это скорее ПТ. Причем довольно таки неплохая. Набор оборудования. Улучшенный прицел. Стабилизатор. Вентиляция. Народные умельцы пытаются сюда воткнуть просветленку. Мол якобы мы же все равно кемперим. У нас между снарядами 4 секунды. Зачем нам стабилизатор. Да чтобы кемперить стабилизатор не нужен. Но и просветленка тоже не нужна чтобы кемперить. Да это в целом рабочий вариант. Поставить просветленку вместо чего нибудь. Допустим стабилизатора. И иногда получать лишние циферки засвета в отметку. Но и за счет стабилизатора наносить лишний урон. И тоже получать эти циферки в отметку тоже не помешает. Поэтому мой вариант. Улучшенный прицел. Стабилизатор. Вентиляция. С вами был Варчик. Играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok